ЗАЙМЕМСЯ РЕМОНТОМ Моторы, практически вечные коробки передач. Сколько Жигулей выпуска тех времен еще бегает по нашим дорогам? А ведь многим перевалило за 30 лет от роду. Ну а что скажут наши нынешние Жигули? Итак, ТО-2000. Но нас сегодня интересует отнюдь незамена масел и фильтров. А как показала себя машина за эти 20 тысяч километров пробега? Пробег небольшой, как говорится, только обкатку машина прошла. А подвеска и ходовая пока радуют. Все ступичные подшипники молчат. А что скажет рулевая трапеция сайлентблоки до шаровой опоры? Да тоже все в порядке. Особенно радует идеальное состояние резиновой составляющей сайлентблоков. Чтобы проверить состояние шаровых опор, необходимо снять с них нагрузку, которую дает пружина. А вот теперь проверяем и опять порадуемся. Все неплохо. Ну что, достоин потомок своих предков? Не совсем. Что это? Да, такого, да при пробеге в 20 тысяч километров, не припомним у советского «Жигуля». Хотя потеки масла из-под прокладок и сальников – это болезнь автоваза. Но чтобы так обильно масло хлистало под нищу, да еще колеса орошало? Нет, такого раньше не было. Сальник в редукторе, установленный на заводе, явно полное барахло, раз умудряется так обильно пропускать масло из трансмиссии. Еще немножко – и масла в мосту не останется. А самая лучшая информация по спросу на запчасти – это в автомагазине. Наши опасения подтверждаются. Спрос на цилиндр сцепления нынче велик. А это явно говорит о падении качества. Такой болезни у «Жигуля» и времен СССР мы не наблюдали. Разве только пыльники изнашивались? А вот течь сальника редуктора излечивается его заменой. Это говорит о том, что запчасти в магазине лучше того, что поставляется на конвейер автозавода. Кстати, подойдет и Ниловский. В общем, хвала сторонним производителям запчастей. Конечно, судить о надежности по пробегу в 20 тысяч километров рано. Но уже видно, что нынешние «Жигули» проигрывают тем советским.